Хреновый художник Ефрейтор Шикельгрубер возвращался с Первой мировой войны. Война войной, а обед по расписанию. Ничего, мы сейчас им всем отомстим. Главное перекусить и вылечиться. И мы приведем еще нашу нацию к великим победам. Эти унтерменши еще ответят за все. Нет, ну каковы подонки? Вкусные фруктики. Каковы подонки, а? Мы к ним с танцами, а они нас обижают. Вот примерно именно так в 1939 году началась Вторая мировая война. Всем привет, друзья! С вами Грини, и снова у нас спор. Мы продолжаем вести нашу нацию к великим победам и свершениям. Для начала необходимо собрать новую армию, так как предыдущая была уничтожена в результате Первой мировой войны. Пришлось, короче говоря, нам много-долго развиваться, отхватывать Рейнскую область... А, подождите, это немножко из другой оперы. Ну, какая разница? В любом случае, нам надо сейчас собрать новую тусовку, чтобы заняться дипломатическими или военными покорениями этой чертовой планеты. Двое есть, и вот эти ребята очень замечательно подходят на роль союзников. Давайте попробуем с ними пообщаться. А ты танцуй! Девочка, танцуй и улыбайся! И этот синий парень будет нас, ты не сомневайся! В общем, да, ребята, кажется, кажется, мы побеждаем. И у нас появился новый союзник. На Францию пока... Так, подожди, по-моему, нашего союзника там немножечко окучивают сзади, но мы продолжим наши дипломатические изыски. Правда, есть шанс, что к моменту заключения союза союзников уже сожрут. Ладно, в общем, это не наши проблемы. Ладненько, остался последний синий Гомер Симпсон, и у нас будет очередной союзник. Слушай, братишка, ты мне скажи, а зачем ты покрасился в этот странный цвет и вообще сделал пластику на губах? Об этом совершенно точно история умалчивает. Но, тем не менее, скорее всего, мы сейчас получим очередного союзника. Да, ребята, у нас есть очередной союзник, и надо дальше продолжать заниматься наращиванием ДНК мышц, чем я, наверное, и займусь. Извините, братишки, вы нам больше, в принципе, не особо интересны. Ээээ, что за кипиш? Что происходит? Почему все вокруг бегают? Неужели солнце падает на землю? Я еще не успел захватить этот мир. Мы еще даже Австрию не аннексировали. И суде-то еще не успе... Эээ, япона-мама, кажется, американцы применили ядерное оружие в Нагасаки. Господи, меня контузила эта радиация, мы все умрем. Кажется, кто-то из этих унтерменьшей, значительно более продвинутый научный деятель, и изготовил оружие массового поражения. Господи, ракеты падают! Ай, и еще вот этот вот хмырь, кажется, собирается с нами повоевать. Ну, с этим разберутся мои верные штурмовые бригады. Да, как я и говорил, мои ребята устроили ему Трахензе Поппен в Роттердам через Поппенгаген, и отбили ему всяческое желание с нами воевать. Неплохо было бы найти еще нескольких представителей его рода, и вдолбить в их генетическую память, что зеленых гринюков трогать не стоит. Подожди, мы же креветка называемся, да, или как-то так. Ладно, детей придется, видимо, тоже уничтожать, я надеюсь, что нам зачтут. По-моему, не зачли. Ну, ладно, будем искать, будем искать. Ну, а пока мясо не испортилось, можно и перекусить. Оу, милашка, можно с вами познакомиться? По-моему, она не против. Кстати, если что, у меня есть отличный дантист, который сможет исправить тебе прикус. А вот с твоими лупоглазыми глазами боюсь, что ничего не получится сделать. У меня даже пальцы не настолько сильны, чтобы вдавить их обратно и сделать тебя нормальной. Пойдем найдем ее сородичей, потому что вроде как с ними у нас все задалось, и можно вполне себе устроить еще один союзнический договор. Господи, моему знакомому стоматологу придется очень много работать. С другой стороны, к Никсоне они делают великолепные. Мы, впрочем, тоже не отстаем. И вообще, смотрю я на них. После захвата мира можно будет сделать из них неплохих официанток. Если закрыть глаза солнечными очками, то вполне себе сойдут. А если еще и пиво будут хорошее подавать, так вообще огонь. Ну что там у нас? Вроде как, да. Нет, да, нет. Да. Да, да. Они все-таки стали нашими официантами. Ну, в смысле, они пока думают, что они наши союзники, но мы-то знаем, зачем мы будем использовать их в будущем. Осталось уговорить последнюю красавицу, и можно будет идти по своим делам. Ну что, красопетра яйцеголовая, ты с нами или ты не с нами? Молодец, девочка. Ты сделала правильный вывод. Готовь фартук. Место для тебя уже подготовлено. Ой, какая няша. Да, в детстве они выглядят как-то более гармонично. Извините, я возьму кости ваших предков, они мне пригодятся для продвижения моей нации к пику славы и величия. Хм, а вот эта косточка явно не принадлежит вашим предкам. Хотя, возможно, и принадлежит, просто вы обмельчали малость. Хм, а кто это у нас там? Так это же... Господи, это же живые фрукты. А поселение, видимо, называется Овощебаза. Ну, хоть с названием нации своей ребята оказались довольно-таки правдивы, да? Не стали скрывать, что они похожи на груши. Главное, не встретить морковку в союзе с яйцами. А то боюсь, что... Я не переживу такого открытия. И мои дипломатические таланты... Оу, что тут происходит? А, я снова поумнел. Ну, это вполне закономерно. А кто это у нас там на заднем плане стоит такой? И палит нас. Ладно, со всеми проблемами будем разбираться постепенно. А пока праздник пива и девушки. Где наши розовенькие официантки-то? У меня праздник, черт побери. Отлично, мозг существа еще увеличился. И мы можем позвать в стаю еще кого-нибудь. Ну, я не буду звать никого из этих грушеподобных мужланов. Я все-таки наберу в нашу стаю еще кого-нибудь из наших. Ты будешь со мной знакомиться, нет? Что-то мне подсказывает, что наша дипломатия зашла в тупик. И, соответственно, дипломатическим путем Польшу мы не отхватим. Окей. Ну, и не особенно хотелось. Пожалейте. Пожалейте еще. О том, что не вошли в союз с великой зеленой нацией. А это что еще за горный орель? Ну, ладно, не хочешь дружить, значит, получишь залп. Ой, парень, а что ты такой дерзкий-то, а? А семки есть? А если найду? Ну, по ходу дела, семки ему уже не понадобятся, по крайней мере, в этой жизни. Но как запас пернатого мяса для нашей зеленой нации, он вполне себе сгодится. Кстати, там еще, по-моему, несколько братишек бегает его. Я думаю, что их надо тоже окучить. И то... Так, слушай, это несчестно. Не надо бить меня по голове. Я могу и рыкнуть, твою мать. Что-то на него это не сильно подействовало. Я бы сказал, вообще не подействовало. Но я думаю, что мы с ними разберемся без особых проблем. Переработаем их перья на ДНК для продвижения нашей нации к светлому будущему. Главное, чтобы перья вхватило. Еще двоих надо найти как минимум. Я вижу одного. Сейчас перекушу по-быстрому. Война, войну и обед по расписанию. Ну, там косточки лежат. Ну, и прощаемся с этим товарищем барином. Ребята, давайте... Блин, давайте жить дружно. Какого черта ты бьешь по голове все время сразу? Пернатый носорог, черт побери, блин. Нет, кстати, это интересная эволюционная находка, да? Разгоняешься в воздухе и таранишь головой. И вот, кажется, там последний. Ну, я, в принципе, не против. Меня там жена просила курочки на фарш купить, да? Куриные котлетки, все дела. Но это тоже вроде бы пойдет на курочку, да? И на фарш тоже. Только перья надо было бы ощипать перед приготовлением. Окей, мы получили ДНК. И я думаю, что можно направляться в сторону до дома, до хаты, как говорится, да? И смотреть, что же мы там можем интересного сделать. Но для начала давайте притырим кости их предков. Им они больше не пригодятся. Так, где там наш дом-то находится? Ну, ладно, может быть, по дороге еще кого-нибудь приговорим. Во! Макак. Макак по... Ну, что ж такое-то, а? Япона, мама, штурмовики, вы где? Почему вы даете бить вашего фюрера? Вот, все приходится делать самому. Хочешь сделать хорошо, сделай сам. Сколько там еще этих краснозадок надо уничтожить? Ага, еще четверых. Вообще как не вопрос. Хорошо, что Женеву еще не изобрели, соответственно, нет женевских конвенций. И... Ай ты, блин, да что ж такое-то? Эээ... В общем, хорошо, что нету конвенций, которые запрещают применять отравляющие вещества. И, соответственно, можно их травить газом. Эээ, в смысле, ядом. С очередной нацией унтерменьшей покончено. И надо заняться все-таки нашей эволюцией. Что у нас тут новенького? Ну, пасти, я думаю, что нам другие не нужны. Потому что никакого особого выигрыша я здесь не получу. Так, а в чем отличие вот этих вот уровней рук? Я так и не понял, честно говоря. В чем прикол ставить себе вот такие большие руки? Может быть, поставить себе еще парочку? Не, нафиг. Так, что у нас по кистям есть? Кисть это соблазнительно. Но, все-таки, на мой взгляд, надо, наверное, посмотреть, что у нас там по плевкам есть. Воооо, вот это мне нравится. Это можно не только плевать, это можно кого-нибудь ткнуть куда-нибудь. В пятую точку. Вот так вот я себя чувствую значительно более сухо и комфортно. Чтоб еще себе такого поставить для превосходства моей нации над всеми остальными. Много всего вкусного есть, но очков у нас не так много, чтобы прям разбрасываться. Вот, по-моему, ноги-то нам зайдут. Очень даже неплохо, да? Нифига себе у меня такие ласты. Мы всю Европу покорим. Да что там Европу? Весь мир завоюем. А вот на это нам, наверное, не хватит, да? Эх, буквально там чуть-чуть, чуточки, чуть-чуть, чуть-чуть, самую капелюшечку не хватает. Ну, добро. Я помню, там была нация стручков. Я думаю, что ее надо тоже завоевать. Они будут обеспечивать нас едой. В принципе, из них, наверное, салат получится неплохой. Стручок, ну, тебе об этом знать, конечно, не нужно. Давай с тобой познакомимся. Ты нам нужен в союзе. Мистер Стручок, я вызываю тебя на батл. Это будет танцевальный батл. И по ходу дела у нас, в принципе, один и тот же уровень. Только у нас, это, концы разные. У тебя там и ромашка, а у меня классная штуковина. Ну, а, как говорится, противоположности притягиваются. Так что это не помешает нам стать классными союзниками. Будешь на обеспечении еды у нас находиться. А где у тебя друзья, которые тоже хотят познакомиться? Кто следующий? Давай, давай с тобой познакомимся. Тебя что, отрыжка мучает, что ли? Если что, я мизимчика могу подкинуть. Или из помизанчика. Нездоровые какие-то товарищи. Я боюсь, что в армии они... Так, подожди, что за рычание на заднем фоне? Мне кажется, или там кто-то где-то ходит? Ну, будем надеяться, что нам никто не помешает. Все-таки для хорошей армии нужна хорошая еда. Твою мать. Твою мать. Конечно же, никто ничего не замечает, да? Я предлагаю делать ноги, а то мы склеим ласты. Ребят, вы, конечно, извините. Союз у нас не удался. Эм... О, подожди, что происходит? Что такое? Что за странный шум? Господи, опять пиндосы. Что на этот раз? Мне это все основательно не нравится. Хорош уже, Нагасаки же снесло. Что на этот раз? Ох ты, ешкин, ты морковкин. Заберите меня с собой. Ну, заберите. Заберите меня с собой от этих идиотов. Я достоин большего. Я достоин большего, чем в этом бульоне вариться. Заберите меня с собой. Я уже готов управлять космическими кораблями. Блин, сейчас ведь заберут. Ну его нафиг. Эм... Ребята, а вас не смущает? Эм... Как бы вам это так попроще сказать-то? Что у вас жопа на месте плеч. И голова на месте совершенно другого органа. Сказал тот, у кого на месте головы вообще какая-то непонятная ядовитая фигня. Да, пообщаться с ним вообще не получилось. Может быть с тобой получится? Достань уже голову из задницы и давай заниматься дипломатией. У нас много насущных дел. Ну, я в принципе так и думал. С жопоголовами какая может быть дипломатия? Они же не понимают ни русского языка, ничего. Ну вот, да, я так... Не, смотри-ка, получилось. Да ладно. Музыка, музыка роднит даже тех, у кого... Да, я даже не знаю, как это правильно сказать. Ладненько, что там говорить? Давайте, давайте дальше продолжать нашу дипломатию. У нас еще много-много... Твою мать. Вот с кем на самом деле нужно дружить. Вот с теми ногами, которые ходят там на заднем плане. Вот с таким оружием массового поражения мы точно завоюем весь мир. А говорят, кстати, что у динозавров был очень маленький мост. Так что, теоретически, вот у того чертогана, который там сзади где-то бродит, мозгов должно быть очень мало. И, соответственно, мы можем его завоевать вполне себе неплохо. И подключить к нашей армии, наверное. Так, походу, дело, с нами дружить здесь особо не хотят. Блин, а я что-то заморачиваюсь, вытанцовываю. Вон, вон... Так, он ушел, слава богу. Слава богу, тот большой-большой дядька свалил куда-то за гору. Нет, по-моему, с вами мы каши-то не сварим. С кем-то сварить получилось, но вот с некоторыми товарищами... Ну, давай, давай. Нет, не получилось. Слушай, иди ты лесом. Давай попробуем с другим. Может быть, вот с этим же поголовиком получится что-нибудь сварить. Кашу из топора, там еще что-нибудь. Давай споем, да. Слушай, а ты не знаешь немецких военных маршей? Фиг ли ты ко мне жопой-то поворачиваешься? Это, видимо, наверное, нет. Опять ноги проходят. Хм, к чему бы это? Интересно, он нас точно не хочет съесть? Эм, 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 короче, мне кажется, что здесь меня ничего хорошего не ждет. Так, а кого вы тут съели-то, алло? И без меня, главное. Ладно, я предлагаю забить на них болт. Это еще что за таракан тут выпендривается? Сейчас тапком тебя. Тапком, я сказал. Вот так вот. Блин, маленький задристик. А борзой. Я бы, блин, даже сказал борзый. Окей, идем дальше. Нам надо еще, наверное, поднять себе ДНК, хотя, в принципе, у меня и так его довольно-таки достаточно, да? То есть 200, 200 с лишним уже. Ммм. Так, наша непобедимая стая будет сносить с лица земли абсолютно всех, кого мы только встретим. Хрен ли вы делаете, изверги? Алло, алло, это нечестно! Это нечестно! Хреновый художник Ефрейтор Шикельгрубер возвращался с Первой мировой войны. И, кажется, пожрать мне в этот раз не дадут. Да уж. Короче говоря, снова все придется начинать сначала. Вот говорили мне, не иди на восток, не связывайся ты с этими русскими. Ну, а я думал, что я самый умный, и что в этот раз нам повезет больше, чем Наполеон в 812. И я вот тут думаю, не пора ли связаться с Евой и попросить ее приготовить капсулы с ядом. И канистры с бензином. Хотя нет, я думаю, что еще пока рановато. Война войной, а обед по расписанию. Да твою ж мать! Господи! Везде у них эти засланцы! Блин, больно! Сволочи! Ну, тут меня вроде бы еще пока никто не знает. И здесь я вроде бы никому под нагадить еще не успел. Так что можно вполне себе нормально перекусить и искать наше гнездо. Оно где-то здесь уже, в принципе, недалеко. Вот опять свалили. Опять фюрера бросили и свалили на новое место жительства. Они явно что-то знали насчет Восточного фронта. Чего не знал я. Ох уж этот генеральный штаб. Вот вечно что-то знают, а фюреру ничего не говорят. Просто втихую сваливают на новое место жительства и все. А ты там разбирайся как хочешь. Ладно, и до вас дойдут мои лапы. Вот, вот они. Вот мой долбанный генералитет. Вот, гады, и праздник подготовили. Ведь салюта только не хватает. Кстати, где салют? Фюрер пришел в гнездо... В смысле, в рейхстаг. Танцы есть, а салюта нету. Ну, это уже какой-то странный праздник. Даже пива нет, черт побери. Что происходит в этом королевстве? Ну, кажется, это означает, что мы добрались до нового места жительства. И, возможно, кстати, мы уже должны были докачаться до уровня племя. Это значит, что я смогу строить всякие ништяки. Смотри-ка, я внезапно поумнел. У меня прокачался мозг. Я стал гиперсуперум... Видели, как меня перевесили мозги? Я даже на спину упал. Это вам не хухры-мухры. Поздравляем. Существо еще на один шаг приблизилось к обретению разума. В смысле, к обретению разума? Я и так был особо мудрым фюрером. Ага. То есть, мы можем перейти на новый этап развития. Но мне кажется, что надо бы спариться и узнать, что же мы можем в конечном итоге сделать из нашего монстрика. Теперь мне точно должно хватить на эти офигитительные лапки. Да, ставим их обязательно. И что еще мы можем сделать с нашим очаровательным фюрером? К примеру, я думаю, что поменять еще и нижние конечности. Вау, только ногти придется стричь теперь довольно часто, иначе весь паркет покоцаю. Ну и с кокетством, наверное, надо что-нибудь сделать. Нет, рога мне совершенно точно не нужны. Яд у меня есть. А вот здесь вот можно, наверное, и что-нибудь поменять. Здесь нам вроде очков не хватает, но если мы снимем вот эти вот рожки, наверное, нам хватит на установку нового причесона, да? Давай вот это мы убираем и на его место поставим. Хватит нам теперь очков? Не хватает. Ну давай вот этого вот третьего уровня, вот такой вот ракезик. Жалко, что нельзя маленькие усы добавить, а то они мне так идут, так идут. Ну как-то так, наверное. Леталки мы новые добавить не сможем, очков нам не хватит, и скорее всего, да, нам надо переходить на этап племени. Другого варианта у нас, к сожалению, нету. Ну а с этапом племени мы с вами будем разбираться уже в следующей серии. Я надеюсь, что эта серия вам понравилась. Я реально заморочился, заморочился с монтажиком. Решил, так сказать, попробовать немножечко другой формат. Если вам это зашло, обязательно ставьте лайкосики, подписывайтесь на канал, ну и заходите ко мне в группу ВКонтакте и на стримы. Везде буду рад вас видеть. С вами был Гринни, всего доброго, всем пока и отличного настроения. Пока-пока, ребята. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok